Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Парадайз. И сегодня мы поговорим на такую тему, как гайд на Эолу. Вчера выходил гайд на Альбедо. Спасибо вам большое за поддержку. Ну а сегодня вы лицезреете на своих экранах гайд на Эолу. А перед началом берите печенье, берите чаёк, можете сделать себе бутербродик. Садитесь поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Ставьте лайк перед началом этого видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, Чтобы вам приходили уведомления о новых роликах, пишите комментарии, и я напомню, что 45 лайков и выходит новое видео. Также я вам напомню, что лайки помогают в продвижении ролика, так что, если ты посмотрел, пожалуйста, поставь свой лайк. Ну всё, не буду тянуть, мы погнали к гайду на Эолу. Начнём с того, кто же такая Эола. Эола это пятизвёздочный героев Деншин Пакт, который выйдет через две недели, а именно в бане или сначала будет Альбедо, а потом Эола. Поэтому сначала выходил ролик про Альбедо, а теперь выходит про Эолу. Она принадлежит стихии Крио. Отличный дамагер, который прекрасно подходит на роль главного ДПС в отряде и способна заменить собой любого персонажа с такой же стихией, как у неё. Если вы уже выбили этого героя, или только планируете добавить его в свою коллекцию, вам необходимо посмотреть этот гайд, чтобы узнать все её особенности и как сделать на ней максимальный урон, чтобы побеждать всех противников. Начнём с преимущества и недостатков Эолы. Эола это персонаж, который выходит в список лучших по мощности героев и относится к категории Тир С. Основные её преимущества. По сравнению с другими персонажами двуручного оружия, у неё довольно быстрая и обычная атака, благодаря чему она наносит много урона и может похвастаться высокой подвижностью во время боя. Стихийная способность повышает показатель защиты и сопротивления к прерываниям. Мощный ультимейт взрыв стихии, который наносит огромный урон. На данный момент каких-либо особых недостатков у Эолы не выявлено. Она сильный дамадер, мобильна в сражениях, её способности быстро восстанавливаются и удобны в использовании. Перейдём к её способностям и умениям. Первый эффектовальный стиль – Фавония. Герой совершает до пяти последовательных атак двуручным мечом. При использовании заряженной способности Эола выполняет комбо-атаку, которая тратит определённое количество выносливости, но после комбо-атати персонаж совершает дополнительную атаку, наносящую огромный урон. Ледяной прибой. Это умение нужно использовать в двух вариантах – обычное и долгое нажатие, что представляет игроку больше возможностей в бою. После активации способности быстрым нажатием, Эола поражает противников стихией Крио и накапливает один уровень эффекта «Холодное сердце», который увеличивает показатель защиты и сопротивление к прерыванию. Можно заметить, что эффект срабатывает не чаще, чем раз в 0,3 секунды и стакается до двух раз. Длительное удержание кнопки способности заставляет Эолу потратить накопленные эффекты «Холодного сердца» и нанести врагам поблизости сильный урон от Крио. После этого показатель физического и Крио сопротивления у противников снижается, говоря, чему герой начинает наносить им больше урона. Сумеречный меч Сумеречный меч – это ультимативная способность Эолы. Она наносит критический урон от стихии. Крио призывает на помощь герою клинок, который следует за ним в бою. Обычное атаке и использование стихийного умения наполняет клинок силой, после чего тот взрывается и наносит противникам урон. При переключении активного героя меч взрывается сразу. Где можно применять способности Эолы? Давайте поговорим об этом. Она подходит на роль главного ДПС в отряде. Способна быстро убивать группы монстров, боссов, облегчает прохождение подземелий и выполнение квестов. Отдельно можно сказать о ее таланте рефлексии аристократа. С его помощью вы сможете с 10% вероятностью получить дополнительный полипет при сознании материалов повышения талантов. А это очень круто. Лучшие сборки для Эолы. Третьим нашим пунктом в гайде является сборки для Эолы. Поговорим сначала о оружии. Самое лучшее и подходящее ей оружие это песть разбитых сосен. Базовая атака 49 и она повышает показатель силы атаки на 16-32%. При нанесении урона обычными зараженными атаками герой получает печать шепота. После получения четвертой печати шепота все накопленные эффекты расходуются и участники отряда получают баф в тысячелетняя симфония. Дим знамени. Который повышает скорость обычных атак на 12% и силу атаки на 20%. Также у нее есть бонус физического урона. На втором месте у нас идет заснеженное звездное серебро. При попадании в цель обычной зараженной атакой с вероятностью в 60% Эола создаст над врагом ледяной кристалл. При падении он нанесет 80 или 140% критического урона от силы атаки. Если монстр имеет эффект крио, то кристалл нанесет ему 200% или же 360. Как повезет, тут полный рандом. Кристалл появляется не чаще одного раза за 10 секунд. И на третьем месте у нас идет церемониальный двуручный меч. При нанесении урона элементальной способностью она восстановится с вероятностью в 40-80%. Эффект срабатывает раз в 30-16 секунд. Из артефактов я могу посоветовать бледный огонь. Два предмета повышает показатель физического урона на 25%, а четыре предмета, когда способность стихий наносит противнику урон, атака героя увеличивается на 9%. Эффект длится 9 секунд и суммируется дважды. Также срабатывает не чаще одного раза за 0,3 секунды. На втором уровне бонус от комплекта из двух предметов увеличивается на 100%. Из подстатов артефактов и характеристик я могу посоветовать на песочные часы процент от ати, на кубок бонус к физ урону, на корону рейтинг рейта или критический урон, и на подстаты процент от ати, крит урон и рейтинг рейта. Ну и разберем также сборка с максимальным физическим ДПС. Тут я пройдусь быстро, тут небесное величие, базовая атака 48, дополнительная характеристика восстановления энергии. Пассивная способность у нее увеличивает урон наносимый героем на 8-16%. При использовании обычных заряженных атак или взрыва стихии цель поражается лезвием, которое наносит 80-160% урона всем, кто стоит между ней и героем. Эффект длится 20 секунд или пока не зарасходуется 8 лезвий. Альтернативно можно использовать опять же заснеженное звездное серебро и черногорскую бритву. Из артефактов тут рыцель крови, тут 100%, два предмета повышают показатели физического урона на 25%, и два предмета из бледного огня, которые повышают показатели физического урона на 25%. Таким образом вы создаете максимальный ДПС урон. Там стоит заметить, что на песочные часы процент атаки, на кубок бонус к физ урону, на корону опять же рейтинг рита или крит урон, и на подстаты атака в процентах, восстановление энергии, крит урон, ну или же рейтинг рита. Кому как угодно. Из лучшего оружия это песнь разбитых сосен, потом идет небесное величие и хуже среднего заснеженное звездное серебро. Ну и из артефактов тут понятно, бледный огонь будет лучшим, чуть похуже рыцель крови, и самое худшее конец гладиатора. Также вы можете взять из альтернативного набора артефактов воин. Также еще вам расскажу билд на Эолу. Чтобы повысить эффективность Эолы, я вам рекомендую сочетать ее со следующими героями в патчте. Это Джун Ли, у которого элемент Лео, Синьянь, у которой элемент Пиро, Фишель с элементом Электро и Лиза с элементом Электро. Каждый из этих персонажей обладает мощными стихийными способностями и будет полезен в различных ситуациях. Но если этих героев нет в вашей коллекции, замените пока их другими стихиями. На сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите в комментариях, какой бы ролик вы хотели. И если мне он понравится, я его обязательно засниму. Напомню, что лайки продвигают ролик в топы. И также, если набирается 45 лайков, выходит новое видео. Спасибо вам за поддержку. Удачи в крутках. Выбивайте Ху Тау. Уже выбивайте Альбедо. Выбивайте Эолу. Выбивайте Аратаки Ита. Гору. Но у нас на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok